Здравствуйте, друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем канале Творческая Семья. Мы будем вязать 10 ряд. Свяжем 3 воздушные петли подъема, столбик с одним накидом, воздушную петлю и 2 столбика с одним накидом в первую ручку. Потом мы свяжем 4 воздушные петли, одну арочку пропускаем и следующую будем вязать в наши арочки, которые мы уже и вязали. 2 столбика с одним накидом, воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. Потом мы свяжем 4 воздушные петли, пропуская 2 арочки и уже арочку нашу будем вязать в третью. Посмотрим, как это будет выглядеть на нашей работе. Вяжем 3 воздушные петли подъема, делаем накид и в арочку вяжем столбик с одним накидом. Воздушную петлю провязываем и в эту же арочку вяжем 2 столбика с одним накидом. Так вам должно получиться. Вяжем цепочку из четырех воздушных петель. 2 арочки пропускаем и в третью мы будем вязать 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля и опять мы вяжем туда же 2 столбика с одним накидом. Опять вяжем цепочку из четырех воздушных петель, 2 арочки пропускаем и сюда мы будем вязать наши столбики с одним накидом. 1 столбик, 2 столбик, воздушная петля и 2 столбика с одним накидом. Опять мы вяжем цепочку из четырех воздушных петель, пропускаем 2 арочки и в третью будем вязать наши столбики с одним накидом. Итак, мы должны провязать все по кругу. Я довязала ряд, соединилась соединительным столбиком. Теперь мы посмотрим, как мы должны вязать дальше. Мы связали десятый ряд, я теперь не буду закрашивать весь ряд, но буду закрашивать только воздушные петли. Потому что арочки у нас будут повторяться, но меняться только будут воздушные петли между арочками. Значит, мы провязали десятый ряд, должны перейти на одиннадцатый. Как всегда, мы наберем 3 воздушные петли подъема, 1 столбик с одним накидом, воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. Между столбиками мы будем вязать 2 воздушные петли, столбик без накида соединительный с предыдущим рядом, 2 воздушные петли и арочки. И так мы будем вязать все по кругу. Все будет похоже, как и в десятом ряду. Единственное, что между двумя петлями мы провяжемся с предыдущим рядом. Мы должны попасть в серединку, как мы это и делали, соединительным столбиком. Убираем 3 воздушные петли подъема, делаем накид и вяжем столбик с одним накидом, воздушную петлю и 2 столбика с одним накидом. Теперь вяжем 2 воздушные петли, провязываем с предыдущим рядом, опять 2 воздушные петли и вяжем нашу арочку, которая состоит из двух столбиков с одним накидом. Между ними воздушная петля и 2 столбика с одним накидом. И все будет повторяться. Вот арочку связала, вяжем 2 воздушные петли, 1, 2, провязываем ся столбиком без накида, 2 воздушные петли и вяжем нашу арочку. Итак, повторяя все, мы обойдем весь ряд. Или, правильно сказать, весь круг. Одиннадцатый ряд я связала и сейчас немножко будут небольшие изменения. Смотрите, мы связали сейчас одиннадцатый ряд. Если так смотреть, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, все повторяется. Единственное, будут небольшие изменения между арочками. Значит, двенадцатый ряд мы вяжем точно так же, как мы вязали одиннадцатый. Две воздушные петли, между ними провязываемся. Тринадцатый ряд мы будем вязать уже 3 воздушные петли, между ними провязываемся. Четырнадцатый ряд мы будем вязать 4 воздушные петли и провязываться. И пятнадцатый ряд мы уже будем вязать 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, провязываться еще 5 воздушных петель. Почему я так много сразу показала? Эти ряды мы свяжем самостоятельно. Единственное, что вы должны сейчас отметить для себя, сколько будет воздушных петель в каждом следующем ряде. Значит, отмечайте 2 воздушные петли по 2, по 3, 4 и 5. И встретимся, когда мы уже эти ряды провяжем. Удачи! Так, я вернулась показать, как мы будем провязываться в следующем ряду. Вот я связала 2 воздушные петли. Здесь мы уже провязывались. Вот прямо заводим внутрь крючок, захватываем ниточку и провязываемся. 2 воздушные петли и уже вяжем арочку. Как обычно мы ее и вязали. Вот так вот будем провязываться. Я провязала 15 рядов. Я надеюсь, что вы тоже провязали 15 рядов в нашей салфеточке. И теперь мы будем продолжать вязать 16 ряд. Сейчас посмотрим. Посмотрим по рисунку. Примерно, что это будет. Так, мы провязали. Связали внутреннюю часть салфетки. Потом вот лепесточки мы сейчас вязали. И теперь мы будем вязать уже краешек нашей салфеточки. Как мы его будем вязать? Мы сейчас перейдем на серединочку и будем вязать арочки из 10 воздушных петель. И так мы должны будем пройти круг. В каждой арочке провязываясь столбиком без накида. Вяжем. Как мы будем вязать? Мы опять должны перейти в серединку нашей арочки. Все. Мы здесь находимся. И теперь будем вязать цепочку из 10 воздушных петель. 3, я связала, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я связала косичку из 10 воздушных петель. Зацепляемся за окошечко нашей арочки. И провязываем столбик без накида. Опять вяжем цепочку из 10 воздушных петель. И вот так вот. Таким образом мы должны вязать весь ряд. 16-й ряд я довязала. Теперь мы закрепимся. Закрепляемся будем в окошке, где мы начинали вязать этот ряд. Ряд у нас провязан. Теперь мы будем вязать 17-й ряд. И в каждую нашу арочку, которая у нас получилась, мы провяжем 12 столбиков с одним накидом. Теперь мы должны перейти в арочку и мы перейдем соединительным столбиком. 1, 2 и 3. Все. Мы перешли. Набираем 3 воздушные петли подъема. Это будет считаться как один столбик. Значит, мы должны будем связать еще 11 столбиков с одним накидом. Вместе у нас получится 12. Ну вот, я провязала 12 столбиков с одним накидом. Теперь мы должны перейти в следующую арочку. Делаем накид и вяжем столбик. И продолжаем вязать наши столбики. В данном моменте мы должны связать еще 11 столбиков с одним накидом. И так мы еще вяжем по кругу. Ряд я провязала. Теперь мы должны закрепиться в третью петлю подъема. И посмотрим, что мы должны будем связать дальше. Теперь мы должны будем связать на стыках. Покажу здесь 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Потом мы будем вязать 2 воздушные петли, пропуская 1 столбик. Следующее мы вяжем столбик с одним накидом. Уже столбик предыдущего ряда, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом. Сейчас вам покажу, как мы это свяжем. Мы здесь соединились. Но чтобы мы могли бы вязать, и у нас рисунок правильно шел, мы свяжем один, как называется, рачий шаг. Немножко вернемся обратно. Значит, мы заведем крючок на один столбик назад. Захватим ниточку и протянем. Это не совсем удобно это сделать, но постараться то получится. Теперь мы набираем 1, 2, 3 воздушные петли подъема. Делаем накид. В серединочку провязываем столбик с одним накидом, не довязывая. Делаем накид и в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом, не довязывая. У нас вот так вот должно получиться. Теперь мы провязываем вместе. Все. Вот здесь немножко свободно. Мы потом это, конечно, расправим. Теперь мы вяжем 2 воздушные петли, делаем накид, 1 столбик мы пропускаем и в следующий вяжем столбик с одним накидом. Опять вяжем 2 воздушные петли, делаем накид, 1 столбик пропускаем и в следующий вяжем столбик с одним накидом. Мы подошли опять к верхушке, где мы должны будем связать 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Здесь я провязала 2 воздушные петли, делаю накид и теперь уже не пропуская, а в каждую петельку мы вяжем столбик с одним накидом, не довязывая. 1, 2, 3, и теперь провязываем вместе. Вот, я надеюсь, вам видно, 1, 2, 3 столбика. Вяжем 2 воздушные петли и теперь опять уже начнем пропускать. Провязываем столбик с одним накидом. Покажу еще раз, что мы сделали. Мы вернулись назад врачим шагом, набрали 3 воздушные петли подъема, в каждую петельку связали по столбику с одним накидом с общей вершиной. Потом мы вязали 2 воздушные петли в столбик и 1 столбик пропускали предыдущего ряда. Когда мы довязали опять 2 арочки, мы связали 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. И так мы должны вязать все по кругу. 18 ряд я провязала, теперь мы соединяемся в третью петлю подъема, 1, 2, 3, соединительным столбиком. Теперь рассмотрим, что мы будем делать дальше. Мы должны будем перейти соединительной петлей в следующую арочку, провязаться, связать 2 воздушные петли, одну арочку пропуская и в центральную, мы свяжем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Продолжим 2 воздушные петли и провяжемся перед тремя столбиками с общей вершиной. Потом опять свяжем 3 воздушные петли, провяжемся уже за столбиками с общей вершиной и все будем повторять. Сейчас мы должны переместиться в арочку. Делаем одну протяжку и вторую. Все, мы переместились. Вяжем 2 воздушные петли, пропускаем и сюда мы будем вязать 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. 3 воздушные петли и опять сюда же мы вяжем 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли, 2 воздушные петли, 2 воздушные петли, пропускаем и в следующую арочку провязываемся. так у нас должно получиться вяжем 3 воздушные петли пропускаем и провязываемся опять вяжем 2 воздушные петли пропускаем арочку и здесь мы будем вязать 3 столбика с одним накидом 1 столбик 2 33 воздушные петли и опять туда же вяжем 3 столбика с одним накидом 1 2 вяжем 2 воздушные петли пропускаем сюда мы привяжемся набираем 3 воздушные петли пропускаем я пропускаю 3 столбика с одним накидом с общей вершиной за ним вяжу и вот так вот мы должны вязать весь ряд как мы будем вязать 20 ряд мы здесь закрепились теперь мы свяжем 2 воздушные петли и в арочку свяжем 8 столбиков с одним накидом между ними воздушная петля потом мы будем вязать 2 воздушные петли провязываться еще 2 воздушные петли и продолжим вязать 8 столбиков с одним накидом между ними воздушная петля сейчас мы должны попасть центр вяжем 2 воздушные петля и вяжем 2 воздушные петли делаем накид и в арочку вяжем столбик с одним накидом воздушная петля и опять вяжем столбик с одним накидом воздушная петля и столбик с одним накидом 3 столбика связала вяжем 4 5 столбик 5 столбик с одним накидом 6 7 и 8 я связала 8 столбиков между ними воздушная петля теперь мы вяжем 2 воздушные петли провязываемся по центру между столбиками вот опять вяжем 2 воздушные петли и в арочку вяжем 8 столбиков с одним накидом между ними воздушная петля и так мы будем продолжать покажу еще раз на графике вот мы провязали первые столбики потом вязали 2 воздушные петли вот они провязались опять 2 воздушные петли и опять парочку вяжем 8 столбиков с одним накидом между ними воздушная петля так мы должны провязать все по кругу ряд я довязала теперь нужно закрепиться все и ряд мы закончили продолжаем вязать дальше что мы будем делать провяжем столбик без накида 1 2 3 теперь мы заводим крючок между следующими столбиками провязываемся набираем 3 воздушные петли и опять же туда же провязываемся между следующими столбиками набираем 3 воздушные петли и опять же туда же провязываемся столбиком без накида переходим в следующую арочку вяжем столбик без накида 3 воздушные петли и опять туда же мы провязываем столбик без накида опять туда же мы провязываем столбик без накида и переходим в следующую арочку провязываемся вяжем 3 воздушные петли и возвращаемся провязываемся раз-два-три-четыре вяжем пятой и переходим в следующей арочке провязываемся вяжем 3 воздушные петли Возвращаемся, провязываемся и переходим в следующую. Опять. 1, 2, 3, провязываемся. У нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит у нас между первыми столбиками нету. Хочу извиниться, при вязании последнего ряда у меня подвела техника и последний ряд у меня не записался. Я попытаюсь подробно объяснить и надеюсь у вас все получится. Так как мы уже связали уже большой процесс и уже уверены в вязании, я думаю, что у нас все получится. При вязании последнего ряда покажу. Здесь я увеличила этот момент. Между арочками мы будем вязать столбик без накида, соединительную петлю столбик без накида и в следующую арочку также мы будем вязать столбик без накида. Вот тут я отметила, это будет вот здесь. Потом, когда мы войдем в вязание между столбиками, мы свяжем столбик без накида, сразу будем вязать 3 воздушные петли и вернемся в эту же арочку, провязывая столбик без накида. Следующее, что мы будем делать. Мы между следующими столбиками провяжем столбик без накида, потом 3 воздушные петли и вернемся в эту же арочку, провязав столбик без накида. Итак, мы провяжем весь веерок. Потом, выходя из этого веерка, мы в этом месте провяжем столбик без накида в петельки, связующие столбик без накида. Когда мы провяжем веерок, мы провяжем столбик без накида в эту арочку, в соединительную петельку и следующую арочку. И продолжим обвязывать край по этой схеме. Я надеюсь, у вас все получится и вы сможете обвязать нашу салфетку. Вот такие салфеточки у нас получились. Я надеюсь, вам понравился мой мастер-класс и все у вас получится. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин